Вы смотрите новости, мы продолжаем. Сейчас к новостям в мире. США вновь призвали Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО. Выступая на пресс-конференции со шведским премьер-министром, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит работу по присоединению скандинавского государства к военному альянсу. По словам Блинкена, процесс может завершиться уже в ближайшие недели. Подробнее о том, что мешает Швеции стать 32-й страной НАТО, и при чем здесь американские истребители, расскажет Даурен Исагулов. Некогда нейтральная страна Швеция готовится к вступлению в крупнейший военно-политический блок мира – НАТО. Страны-члены альянса надеются увидеть пополнение в своих рядах уже к середине июля к предстоящему саммиту организации в Вильнюсе. Госсекретарь США призвал Анкару незамедлительно одобрить заявку Швеции на вступление в альянс. Он читает, что столь важный вопрос уже невозможно откладывать. Мы призываем Турцию и в том числе и Венгрию как можно скорее ратифицировать присоединение. Нет причин для дальнейшего промедления. Швеция готова. Это решение должно быть принято сейчас. Соединенные Штаты считают, что настало время завершить присоединение Швеции к НАТО. Швецию, которая даже во время Второй мировой войны придерживалась нейтралитета, подать заявку на вступление в Североатлантический альянс вынудили угрозы безопасности, связанные с военным конфликтом в Украине. Однако главным препятствием для Швеции стала другая страна-член НАТО – Турция. Официальная Анкара считает, что Стокгольм укрывает у себя боевиков организации, которых Турция считает террористическими. Согласно меморандуму 29 июня 2022 года, Швеция обязалась вести более эффективную борьбу с терроризмом и передать Турции требуемых ею курдских активистов. Конечно, мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами по вопросу о вступлении Швеции. И я хочу сказать, у нас есть меморандум, и мы его выполняем. Мы вводим новый законодательный акт в борьбе с терроризмом. Это важный шаг, и тем самым мы сделали то, о чем говорили нашим турецким друзьям в рамках трехстороннего меморандума. И сейчас мы ждем, что и они сделают свой шаг. В понедельник президент США Джо Байден провел телефонную беседу с переизбранным президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. По мнению некоторых конгрессменов, глава Белого дома обсудил возможность продажи Анкаре американских истребителей F-16 в обмен на отказ Турции от блокирования членства Швеции в НАТО. Госсекретарь Блинкен, однако, отверг наличие взаимосвязи между этими вопросами. Что касается F-16, наша администрация высказалась очень четко. Мы считаем важным, чтобы Турция в качестве члена альянса получила модернизированные F-16. Это также в интересах США. И именно поэтому мы вынесли это на рассмотрение. Некоторые члены Конгресса связывают вступление Швеции в НАТО с продвижением вперед по вопросу F-16. Мы эти два вопроса не связываем. Под «мы» я имею в виду «белый дом». Интрига последних президентских выборов в Турции заставляла экспертов гадать, как изменится внешняя политика Анкары, в том числе и в переговорных позициях о вступлении Швеции в НАТО. Вновь избранный президент Эрдоган во время предвыборной кампании обещал противостоять Западу. Повлияет ли на решение Эрдогана эйфория от победы, поставка новых истребителей и трехсторонний меморандум – неизвестно. Но США по-прежнему уверены, что флаг Швеции, как 32-го члена альянса, может появиться у штаб-квартиры в Брюсселе до июльского саммита в Вильнюсе. Даурена Сагулов, Хабар-24.